Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые наши зрители. Сегодня после небольшого перерыва мы вновь возвращаемся в прямой эфир для того, чтобы продолжить нашу серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины и История Отечества». Сегодня мы с вами отправляемся в Тверскую область для того, чтобы узнать все главные секреты и методики по работе с молодежью в области краеведения от победителя Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, учителя русского языка, литературы и краеведения среднеобщеобразовательной школы номер 2 имени Попова города Бежицка. Буквально через пару минут мы начнем, и пока я хотела бы поприветствовать Марину Анатольевну Гужиченко, нашего сегодняшнего спикера. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Очень рада нашей сегодняшней встрече. У вас потрясающий фон. Хотела бы заранее раскрыть карты для наших зрителей и сказать, что это не просто фотография, это фотография как раз школы, школы номер 2, учителем которой является Марина Анатольевна. Я уверена, что нас сегодня ждет очень интересный разговор, поэтому не хотела бы надолго задерживать его начало. С удовольствием передаю вам слово и буду рада пообщаться с вами уже в конце нашей встречи. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать из города Бежицка Тверской области, из нашей удивительной школы, которая носит имя. Виктора Сергеевича Попова, создателя Большого детского хора Всесоюзного радио, Центрального телевидения. И вот символично, наверное, что сегодня ему как раз день рождения, ему бы исполнилось 86 лет. Ну и, наверное, можно начать, да, нашу лекцию. Да, конечно, можно выключить презентацию. Работа учителя-краеведа – это напряженный труд сердца и творчества разума. Сколько сил, ума, таланта необходимо приложить, чтобы ученик стал настоящим гражданином нашей Родины, патриотом своего Отечества, чтобы ученик был человеком с благородной душой, чистой совестью, беспокойным сердцем. Наш маленький провинциальный город Бежевск, в котором живу я и мои ученики, находится в 120 километрах северо-востоку от центра области города Твери. Старинный город со своей историей и талантливыми людьми. Молодое поколение бежевчан любит свой город и изучает его славные страницы. Истинно русскому человеку будет интересно познакомиться с нашей архитектурой, старинной застройки, прокатись по его улочкам, переулкам. Здесь каждый дом со своей историей. Знаменитый дом братьев Неворотиных, стены которого вот уже второе столетие подпирают мужественные атланты. А вот двухэтажный дом нотариуса Тугаринова, построенный в 1910 году в народе, именуемый домом-носорогом. Дом писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова, балалайчника Андреева, молодого композитора, погибшего на войне при защите Ленинграда, Вениамина Флейшмана. Все здесь, все в нашем городе веет истории. И не мудрено бежит к старшей самой матушке Москвы на десяток лет. Начало свое берет с 1137 года. Когда-то наш город украшало множество храмов и монастырей. Вторым Суздалем называли наш город. При въезде в город со стороны Твери слева до сих пор красуется церковь Иоанна Богослова, построенная в 1869 году. Сейчас там располагается средняя школа номер три, но по-прежнему со стен храма смотрят на нас лики местночтимых святых. «Здесь белые церкви и звонкий светящийся лед», – писала знаменитая поэтесса Ахматова о нашем городе. Да, Анна Андреевна, ее не менее знаменитый муж, поэт Николай Степанович Кумилев, неоднократно приезжали в наш край в период между 1911 и 1917 годами. Здесь в умении Слепнева проживала его мать, мать Николая Степановича. Здесь долгое время жил у своей бабушки их сын Левушка, ставшим впоследствии известным историком. Бежичане свято чтут память о великой семье, и на улице Большой, между домами старинной застройки, установлен единственный в мире памятник семье Гумилевым Ахматовой. На улице Школьной находится уникальная школа, носящая имя своего выпускника, ученого с мировым именем, историка Льва Николаевича Гумилева. Это школа номер 5. С 2014 года под моим руководством в этой школе начал работу краеведческий отряд юных григорьевцев. Своё название ребята получили в честь выпускника этой школы в далёких 1930-х годах Михаила Григорьевича Григорьева, прошедшего путь от босоногого крестьянского мальчика из бедняцкой семьи деревни Молотко до первого заместителя главнокомандующего ракетных войск стратегического назначения СССР, основателя космодрома Пресецкой города Мирной Архангельской области. За шесть лет своего существования григорьевцы писали немало славных страниц в историю нашего города. На родине Михаила Григорьевича в деревне Молотко ежегодно мы с ребятами-григорьевцами проводили молоткинские встречи, где знакомим местных жителей с историей жизни нашего великого земляка. На эти встречи приезжают родные и близкие Григорьева, люди, которые служили в Пресецке, те, кому это имя небезразлично и кто пытается помочь нам, педагогам, воспитать молодое поколение в духе патриотизма, сформировать настоящего гражданина нашей земли. В 70-й юбилейный год Победы отряд юных григорьевцев собрал материалы своих родных и близких в годы войны. На основе которого была издана первая книга памяти «70 лиц Великой Победы». В нее вошли данные из архива Министерства обороны о прадедах учеников и своеобразные письма их в 1941 год. Книга настолько затронула сердца обижичам, что в адрес нашего отряда посыпались десятки писем благодарностей, пожеланий к продолжению работы. Жители нашего города стали приносить и присылать информацию о своих родных и близких. Часто материал, предоставленный нам, был настолько уникален. Содержал письма, дневники из фронта, стихи, написанные на передовой, что мы решили продолжить работу по вековечиванию памяти земляков. За 2015-2016 учебный год мы побывали во многих уголках нашего района. Собрали материал обо всех обелисках и памятниках погибшим землякам, установленных в районе. Побеседовали с каждым ветераном войны, дожившим до сегодняшних дней, с каждым пережившим ту войну. Мы вели переписку с людьми, живущими далеко от Бежицка, но кто своими корнями, неразрывной памятью прошлого, связан с нашей землей, кто свято хранит эту память и передает из поколения в поколение. Так, в 2017 году появилась уникальная книга, собранная нашим отрядом григорьевцев, и изданная мною в Тверской типографии «Народная книга памяти Бежицкого района. Земляки. Предовые победы». Ну вот так случилось, что с 2017 года я работаю в другой школе, в старейшем учебном заведении нашего города. Да, вот вы его видите на экране, в поле номер два, который носит имя своего ученика, еще одного нашего знаменитого земляка, российского хорового дирижера, педагога, народного артиста, создателя большого детского хора, всесоюзного радио и центрального телевидения Виктора Сергеевича Попова. «Наша школа» – это учебное заведение с богатой историей, славными традициями. Она находится в историческом здании, строительство которого было начато еще в 1894 году, и когда-то принадлежало беженским миллионерам, братьям Коровкиным. Коровкиным – это был доходный дом, гостиница, и состоял он из трех зданий. И только 1 сентября 1934 года здание было передано под среднюю школу. В годы войны в школе находился ВАКО-госпиталь номер 33-36, и все как один – педагоги и ученики – помогали медикам выхаживать раненых бойцов. В школе кишили кесеты, вязали рукавицы, устраивали концерты. Рукавицы, кесеты, письма отправляли на фронт, собирали деньги на танковую колонну, за что получили благодарность от самого Сталина. И, конечно же, наши ученики изучают историю родной школы, гордятся ее историей. В 2017 году в школе мной был создан музей русской избы, который, как я считаю, обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом. На базе музея третий год работает Центр этнопедагогики, духовно-нравственного развития обучающихся. Нужно, судя по названию, в основе работы нашего Центра является применение элементов этнопедагогики, то есть народной педагогики, народного воспитания, что является составной и неотъемлемой частью общей духовной культуры народа. Основными направлениями работы Центра является формирование подрастающего поколения духовности, нравственности, гражданственности и патриотизма. Формы работы различны. Это фольклорные, этнографические экспедиции по Бежевскому району, вахты памяти, участие в социальных проектах по увековечиванию памяти о земляках, участниках Великой Отечественной войны, исследование предметов народного быта бежевского крестьянина, изучение местных православных святынь, проведение экскурсий по музею, занятий с дошкольниками и младшими школьниками, познакомлению с народными православными обрядами, традициями, книгоиздательская деятельность. С мая прошлого года под моим руководством на базе Центра работает отряд краеведов юных кирсановцев, группа ребят, увлеченные историей родного края. Название свое ребята получили в честь известного бежевского педагога и краеведа Антонина Герасимовича Кирсанова. Практика и опыт подсказывают, что детьми легче усваивается норма морали, нравственности на примере положительных личностей. Название его отряда, его работа – это своеобразная игра, позволяющая в простой, непринужденной форме донести до школьника непреложные истины. Так появились бежевские под началом отряда юных краеведов, григорьевцев сначала в пятой школе, теперь кирсановцев во второй школе. Да, это ребята из разных школ объединены одной целью – на примере жизни знаменитых людей нашего края изучить историю своей малой родины. Михаил Григорьевич Григорьев, создатель космодрома Плесец, был когда-то простым мальчиком, бедным деревенским пастушком, сумевшим многого добиться в жизни, благодаря упорству и труду. Антонин Герасимович Кирсанов – известный бежевский учитель, краевед, всю свою жизнь посвятивший изучению родного края и оставивший нам наследство целый архив своих рукописей по нашей истории. Разве не должны мы гордиться этими именами и на примере их жизни воспитывать молодое поколение? Скольники, уставшие от обыденности, с удовольствием участвуют в патриотурах по родному краю, встречаются с ветеранами войны, детьми войны, ездят в этнографические экспедиции, проводят экскурсии по музее русской избы, организованному нашими совместными усилиями. С гордостью вступают в отряды юногригорьевцев и юных кирсановцев. В прошлом учебном году основным направлением работы школьного краеведческого отряда юных кирсановцев стало волонтерская деятельность и сохранение памяти об участниках войны. Юные краеведы провели 15 экскурсий по музее русской избы и подготовили несколько занятий, посвященных православным святыням Бежицкого края, покровителям воинства и защитникам земли русской, участникам войны. Нами был объявлен муниципальный конкурс «Донская икона Божьей Матери и защитники земли русской», по итогам которого под редакцию историко-краеведческого альманаха «Тверской край» мы издали сборник детских сочинений и рисунков, рассказывающих о прадедах учеников разных школ в годы войны. Книгоиздательская деятельность – основное направление в работе, позволяющее сохранить накопленный опыт. В юбилее школы я издала памятный альбом «Наш школьный дом», где на основе материала, полученного в ходе поисковой работы со школьниками, он попытался рассказать о школах Беженского района в годы войны и в послевоенное время. Как руководитель Центра этнопедагогики, в прошлом учебном году мною было издано 11 сборников, составленных по итогам экспедиции со школьниками по родному краю. Это совместные проекты о фольклорных традициях и обычаях, православных местных святынях, материал по истории сел и деревень, а также сведения об участниках войны. Ну, например, интересен сборник «Бессрока давности», куда мы включили уникальные фронтовые письма наших земляков. Изучая жизнь и быт Беженского крестьянина, мы с кирсановцами говорим о том, что это в первую очередь православный человек, человек-труженик, умелец. В ходе совместного проекта с Беженской епархией мы издали 8 брошюр малой серии, рассказывающие о местно чтимых святынях, материалы которых находим в архивах области. Сборники приурочили к определенным церковным праздникам, рассказали об истории сел и деревень, где отмечали эти престольные праздники, а также поместили уникальные материалы о храмах, находящихся на территории этих селений. Упоминаем в сборниках и о патнографических, фольклорных находках, которые мы собираем с ребятами, отправляясь в фольклорные экспедиции, а также работая в Тюркском архиве, беседуя со сторожелами деревень. Два первых сборника «Проскива пятницы. Плоды трудов добрых» содержат крыльеведческие материалы, посвященные великому ученице «Проскиве пятницы», в народе, называемой льниницей. Интерес представляет исследовательские работы школьников, которые мы также включили в эти сборники, а они рассказывают о тяжелом труде русского крестьянина по выращиванию и обработке льна. На страницах данного сборника нашли место уникальные коллекции нашего музея русской избы, коллекция льняных рушников со старинными беженскими узорами, коллекция приалок, собранная по деревням нашего района в ходе летних этнографических экспедиций. Второй сборник «Пророк Наума. Духовной ценности человека» содержит сведения о народном празднике Науми-грамотника, который православный лютый отмечал в День памяти пророка Наума, а также краеведческие статьи, рассказывающие о первой школе на территории нашего района и об истории отдельных ныне закрытых школ. Третий сборник появился в результате организованного кирсановцами муниципального конкурса «Рождество Христово. Главный семейный праздник». Данный сборник содержит краеведческие материалы для организации занятий в школьном музее русской избы, посвященном рождению Иисуса Христа. Здесь можно найти историю христорождественских храмов, расположенных на территории нашего района, о традициях празднования Рождества в Тверской губернии. Сборник «Донская икона Божьей Матери» с погостой лютницей «Защитники земли русской» содержит уникальные краеведческие материалы, собранные мной вместе с третьеклассницей, проживающей в деревне лютницы, и ее родителями по истории необычной донской иконы, найденной нами в Российском государственном архиве, а также об обычаях и традициях бежичан, проживающих на территории лютницкого прихода. Завершают сборник материалы о бежичанах, участниках Великой Отечественной войны, защитниках земли русской, ведь издревле донская икона считалась покровительницей воинства. Практически каждый сборник завершает цикл уроков по учебному предмету «Основа духовно-нравственной культуры народов России», посвященных формированию школьника нравственных ценностей российского народа, трудолюбия, уважения к людям труда, семейным ценностям, духовным интересам, потребностям школьника. Формы уроков, которые я предлагаю, тоже являются нетрадиционными, и все они проводятся в нашем музее. Например, на уроке «Семья. Хранитель духовных ценностей» мы говорим о празднике Рождества, как об одном из главных семейных праздников. Форма организации занятий «Рождественские посиделки», методы и приемы диалога и иконы праздника, анализ стихотворения о Рождестве, помещенных в старинных детских книжках, экспонатах нашего музея, составление рассказа по старым лубинным картинкам и репродукциям картин с изображением сцен празднования Рождества, дидактическая игра «Родовое древо», вывод, к которому приходят школьники, Рождество, как и сто лет назад, так и сейчас, является одним из главных семейных праздников, который, объединяя членов семьи, учит заботиться друг о друге, любить и понимать близких. Интересные уроки, посвященные людям труда. Урок под названием «В труде красота человека» проходит в форме ярмарки, где подготовленные заранее юные краеведы, используя экспонаты музея русской избы, проводят мастер-классы и рассказывают в игровой форме о ремеслах беженских умельцев, плотницках, гончарном, сапожном ремесле, о промыслах, связанных с льноводством. Экспонатов для этих целей музея достаточно. Коллекция наличников при входе в музей, резна и мебель, сундук с сапожными колодками, глубины и сундуки, ровно-домоткани, около 30 прялок разной конфигурации, ткацкий станок, льно-чесалки, гребни, около 50 рушников с редкими старинными узорами. На уроке «Плод добрых трудов» славен, широко использует сборник пословий с XVIII века, собранный и на нашей беженской земле известным историком, географом, государственным деятелем Василием Никитичем Татищевым, одной из многочисленных имений, которого находился в беженском уезде. Примеслом везде добро, с Богом начинай, а с прилежностью кончай. С тремеслом везде хлеб сыщешь, чести без труда не сыскать. Пословицы можно использовать и при создании проблемной ситуации, и на этапе цели полагания. Открытие нового знания проходит в форме сообщений подготовленных учеников о результатах этнографических экспедиций, которые мы же годно совершаем со школьниками по беженскому району. Ребята с удовольствием показывают фотографии резных наличников беженских домов, подзоров, вышивок, которыми с удовольствием делятся сторожилы деревень. Анализируя цитаты о труде, школьники приходят к выводу, работа – это единственный способ раскрыть способности человека, обнаружить его талант. На уроке «Жизнь ратными подвигами» полна. Мы говорим об уникальной беженской иконе с погоста лютницы, найденной в российском государственном архиве местными краеведами иконе Донской Божьей Матери, покровительницы воинства. Уникальность иконы в том, что она находится в окружении целого сонма святых, которым испокон веков поклонялись наши прадеды. Мы говорим о святых заступниках, защитниках земли русской, Дмитрии Донском, Александре Невском, Федоре Ушакове, Михаиле Тверском, о святых, представленных на соборе беженских святых, о реальных людях, прославившихся в ратных подвигах. Анализируя заповедь спасителя, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за ближних своих, мы с пятиклассниками рассуждаем о том, есть ли место подвигу в нашей жизни и каждый ли человек способен на подвиг. В Кольном музее хранится уникальная брошюрка 42-го года Сергеева Ценского, «Народ-герой», которую я часто использую на уроках по данной теме. Музейная брошюра идет о героических событиях прошлого нашей страны, о выдающихся полководцах и плотоводцах России. Это изданное о полководцах прошлых столетий, эти издания стали выходить массовыми тиражами после выступления Сталина 7 ноября 41-го года на Красной площади в Москве, когда он призвал солдат Красной армии, пусть вдохновляет нас в этой войне мужественный образ наших предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Менина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Действительно, эти малые книжечки были призваны в годы войны воспитывать чувство патриотизма и любви к стране, являлись сильным оружием в борьбе с врагом. И таких примеров можно привести множество. Сейчас, например, с ребятами мы работаем над большим проектом под названием «Немеркнущая слава педагога», где собираем материал о людях, внесших благостный огонь просветительством народной массы, об учителях 20-х, 30-х, 40-х годов, детях, репрессированных советской властью, в 37-м году священнослужителей рождественских, диевских, козыревых, сретенских, орловых, троицких, и многие из которых за учительский труд были удостоены высокого звания кавалера ордена Ленина. Три последних сборника истории селения Троицы Юркинского прихода, истории Белосельского прихода, истории селения Юркинской волости, содержат в себе краеведческие материалы по истории деревень, полученные из архивных данных, содержат большой этнографический, фольклорный материал, местные легенды, предания, песни, некогда бытовавшие в данной местности. Находки сопровождают каждого, кто интересуется родной землей. Так, в ходе поисковой экспедиции летом прошлого года в селе Юркино мы со школьниками открыли для себя имя, новое, причем имя, герой земляка Новожилова, Николая Ивановича, полного кавалера Ордена Славы, который был незаслуженно забыт на нашей беженской земле. Нами было подано ходатайство на имя главы города и 9 мая на Аллееве Славы у обелиска Победы нашему герою была установлена мемориальная доска. То есть, вот такие наши экспедиции, они имеют, конечно, практическое значение. Юные кирсановцы с честью носят имя своего земляка. Они являются победителями, участниками региональных муниципальных конкурсов и конференций краеведческой направленности. Ежегодно мы участвуем в вахтах памяти, оказываем помощь престарелым гражданам района, поздравляем их с праздниками. В 2019 году в ходе социального проекта кирсановцы под моим руководством издали книгу «Бежичане пламени Ленинграда», где рассказали мы о земляках, переживших блокаду. В апреле этого года мы подготовили пасхальные сувениры, которые вместе с книгами о бежичанах года войны, изданными Центром Этнопедагогики, подарили одиноким пожилым жителям города. Мы участвовали в поисках родственников погибшего в годы войны моряка-подводника, жителей Бежицкого района Ивана Васильевича Куликова, чьи останки нашли в ходе экспедиции поклон кораблям Великой Победы. Наши статьи о ветеранах войны печатаются в Бежицких и Савогорских газетах на сайте Бежицкий край. Ирсановцы участвовали в совместном проекте с Бежицким телевидением по созданию ряда фильмов о земляках-участниках войны, в том числе по материалам, собранным нами в ходе поисковой и исследовательской деятельности. Создан фильм о выпускнике школы сорокового года Александре Федоровиче Афанасьеве и фильм о школе в годы войны фронт за линией фронта. Разработан патриотур обелиски кругом обелиски это эхо войны это память эскорб мы проводим уроки памяти. Так в юбилейном со дня победы 2020 году для учеников школы вместе с учителем истории нами были проведены занятия две девочки два дневника урок памяти о жертвах холокоста и блокадного Ленинграда о ком поет скрипка обежичанине Вениамине Флейшмане любимом ученике Шостаковиче создателе уникальной оперы скрипка Ротшильда погибшим в годы Великой Отечественной войны сад памяти обежичанине Ятченко бывшим узнике фашистских концлагерей создателе монументов памяти погибших 1 сентября 2020 года на базе нашей школы кирсановцы открыли новую экспозицию музея Беженского учительства в годы Великой Отечественной войны 3 декабря то есть совсем недавно мы с ребятами торжественно открывали мемориальную доску с надписью в годы Великой Отечественной войны в этом здании это здание нашей школы с октября 41 по апрель 42 года был организован Ивако-госпиталь номер 33-36 для бойцов Красной Армии К этому дню нам удалось разыскать уникальную фотографию обнаруженную кирсановцами в ходе операции поиск на ней брикада медперсонала 4 отделения Ивако-госпиталь номер 33-36 хранилась хранилась фотография в семье бывшей медицинской сестры Максимовой Надежды Федоровны фотография была сделана в 44-м году мы с ребятами установили биографию этой медсестры получили архивные данные о госпитале который располагался в нашей школе в этот же день 3 декабря в нашей школе прошел всероссийский урок имя твое неизвестно подвиг твой бессмертен где состоялась презентация книги Валентины Ивановны Шуваловой «Пока я живу я помню» изданная нашим школьным центром этнопедагогики духовно-нравственного развития книга составленная по рассказам бывшей узницы концлагеря Валентины Ивановны Шуваловой заставляет вернуться памятью страшные события Великой Отечественной войны вспомнить о людях которым обязаны жизнью сотни раненых бойцов и офицеров советской армии победившей фашизм эта книга которую как я уже сказала мы издали с ребятами вместе напечатали сброшуровали эта книга является своеобразным подарком Валентины Ивановны Шуваловой в 75-му юбилею победы от нашего школьного краеведческого отряда юных кирсановцев сейчас мы с ребятами подводим итоги краеведческого конкурса в рамках кирсановских чтений которые мы организовали еще в сентябре этого года 26 декабря в день памяти нашего выдающегося земляка мы проведем в онлайн формате краеведческие чтения до которых вручим ребятам сборники с их работами сборники уже верстаются это нужно и хорошее дело организованное нами поддержали юные краеведы и педагоги из Ярославля Твери Кесовой горы Максатихи Красного холма и школ нашего города очередной раз доказав что краеведение это увлекательное и познавательное дело так незаметно изо дня в день мы воспитываем в школьнике самое важное человеческое качество любовь к родной земле а любовь это гражданственность патриотизм не формируется за один день всем понятно что это кропотливый труд плоды которого мы сумеем ощутить через много-много лет любовь к родному краю родной культуре к родному городу селу к родной речи начинается с малого с любви к своей семье к своему жилищу и постепенно расширяясь эта любовь переходит в любовь к своей стране к ее истории к ее прошлому и настоящему а затем ко всему человечеству к человеческой культуре вот этим высказыванием Дмитрия Сергеевича Лихачева я и хочу закончить свое выступление спасибо спасибо большое Марина Анатольевна я думаю что словами которыми вы закончили нашу сегодняшнюю лекцию можно их можно поставить во главу всей нашей серии лекций посвященных как раз краеведению потому что действительно именно с любви к малой родине начинается любовь и к нашему отечеству и ко всему человечеству это очень важно и развивается эта любовь с самого самого детства но все-таки вы проводите работу исследовательскую работу достаточно серьезную на серьезном таком уровне и подскажите расскажите с какого возраста начинают принимать участие ребята в такой работе являются ли исследователями младшие школьники и вообще возможно ли применение подобных инструментов о которых вы сегодня говорили к школьникам младшего возраста ну да я хочу сказать что вот конкурс который мы объявили в апреле прошлого года конкурс был посвящен великой победе принимали участие даже дошколята то есть да школьник конкурс был так назван я уже говорила донская икона божья мать и защитники земли русской так вот дошколята например рисовали своих прадедов да вот в годы войны своих дедушек прадедушек которые были участниками войны младшие школьники составляли маленькие рассказы о своих прадедах в годы войны ну понятно что старшеклассники писали большие исследования работали сайтом министерства обороны но все это мы сумели опубликовать детские рисунки вот эти рассказики маленькие учеников начальной школы подарили вручили в 9 мая им эти сборники конечно это было очень ну как бы радостно для них торжественно а уж родители даже плакали когда вот видели на страницах книжечек пусть это небольшая малая серия да и малый тираж и как бы это школьные издания да сброшурованные но все равно это было очень трогательно и конечно познавательно и полезно а дети гордились прям вот были проникнуты их сердца гордостью они с гордостью читали видели свои имена своих прадедов фотографии конечно это остается я думаю на всю жизнь ну а например вот я тоже рассказывал проект который девочка делала третиклассницы она проживает в деревне не лютницы раньше это был погост и там стоял изумительный храм Казанской Божьей Матери но храм взорвали взорвали нужен был кирпич там для строительства аэродрома от храма ничего не осталось а вот уникальные иконы которые там хранились мы вот с этой девочкой с ее родителями нашли в архиве в российском государственном архиве и девочка собрала вот с родителями конечно со мной какую-то информацию местных жителей как например отмечали престольный праздник Донской иконы Божьей Матери в их местности да и конечно вот рассказывала с гордостью тоже о том что вот ее есть такой небольшой хотя бы еще труд в деле исследования малой родины и это замечательно да что вот даже малыши принимают участие а сейчас вот кирсановские чтения ну чтения посвященные нашему краеведу так мы сказали да обозначили опять же дошколята прислали рисунки они нарисовали обелиск победы и нарисовали свой детский сад своих родителей это тоже же история нашей родины это тоже наш бежец и вот радостно что мы все умеем все сумеем при помощи замечательных помощников краеведов нашего города взрослых краеведов все это опубликовать оставить потомкам так сказать на долгие-долгие годы ну да вот умение и возможность вовлекать в такую исследовательскую деятельность ребят самого раннего возраста она тоже очень важна наверное потому что сейчас они дошколята и младшие школьники которые только начинают свой путь исследовательский а уже завтра это ребята которые будут готовы писать серьезные работы и к слову о серьезных работах расскажите вот вы говорили сегодня о работе которая проводится в рамках вашей деятельности очень интересно было бы узнать какими инструментами вы пользуетесь именно в поиске информации и какие изменились ли эти инструменты вот в нынешнем году с условиями пандемии возможно появились какие-то новые инструменты возможно появилось ограничение на то чем вы могли пользоваться ранее ну да если раньше мы отправлялись с ребятами на графические экспедиции беседовали со сторожилами села то теперь возможности социальных сетей используем возможно даже побеседовать с людьми из Севастополя ну вот как в качестве примера опять как-то случайно я узнала что в деревне которая находится неподалеку от нашего города такая вроде неприметная деревушка родился человек который ну прославил там другой город его имя было засекречено потому что он занимался ядерными разработками об этом человеке никто еще не знал в нашем городе понятно в силу секретности да это Александр Васильевич Бородулин и вот поступила информация да что вот как можем найти что-то в архиве о нем и мы с ребятами тогда организовали такой проект поиск назвали мы операция поиск и начали разыскивать его родственников сначала по его фамилии да там интернет соцсетях бросили клич и откликнулись родственники из Севастополя там из Красного Холма то есть даже недалеко от нас и мы написали подробную биографию этого человека теперь вот даже издаем книгу про него то есть вот новое имя бежичанина которым гордится там город Снежинск Челябинской области да мы тоже теперь знаем о нем то есть вот все соцсети это уникальная возможность связаться с другими людьми еще был у меня один такой случай что мы нашли письма письма в стихах нашего земляка погибшего в годы войны на территории Прибалтики но не было ни одной фотографии этого человека почему не было была одна единственная у мамы но она свезла в эту значит в Латвию эту фотографию и там был когда-то музей там в 60-х 50-х годах а теперь все закрыто где эта фотография опять соцсети нам помогли да мы разыскали директора школы где на базе который когда-то находился музей там через учителей много целые наверное полгода мы искали фотографии но просили людей просто найдите пожалуйста музей закрыт они говорили что там замок большой никак там не достать но все-таки мы убедили в том что нам очень важно увидеть лицо своего земляка талантливо письма в стихах это же не просто так он писал присылал и нам прислали эту фотографию теперь мы можем видеть воочию как выглядел этот наш знаменитый земляк погибший на их территории то есть ну вот подключаем дети могут в соцсетях работать когда мы на дистанционном находились обучении так вообще уникальная возможность общаться в соцсетях ну я думаю что все формы хороши да спасибо большое вот мы каждый раз приходим к той мысли что и пандемия со своими ограничениями тоже дала дополнительные возможности и главное это инициатива и желание которые позволяют эти возможности находить и использовать возможности социальных сетей они практически не ограничены и вашей нити которая проводится из Бежицка в Челябинскую область и даже за границу об этом как раз свидетельствует хотела бы сказать большое спасибо Марина Анатольевна за нашу сегодняшнюю встречу за очень интересный рассказ хотели бы передать привет от российского исторического общества всему педагогическому составу вашей школы всем вашим ученикам юным исследователям и сказать большое спасибо вам не только за нашу сегодняшнюю встречу но и за большой труд который вы проделываете вместе со своими учениками еще раз большое спасибо до свидания до скорых встреч спасибо за субтитры Алексею Дубровскому и за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...